Так, вот это полкан, там маркиз. А мы сегодня приехали к Серёженьке, к нашему дорогому родовер, наша родственная душа. И попали мы сегодня, смотрите куда, усадьба Белый Остров. Здравствуйте. Ой, тут ещё шашлычками пахнет, люди хорошие. Вот девочки. И рождается опять идея. Помнишь, ты говоришь, что нам надо сюда группу собрать? Да, конечно надо. Да-да-да, ты покажешь, в какой бассейн-то ты нырешь? О, я уже его вижу. А я не могла поверить, что ты реально зимой купаешься в бассейне. Да, но я же готовился. Я же два года это уже практикую. Два года практикуешь. Слушай, ну здесь такая обитель. Болеть вообще перестала. Ну так всё, мы собираемся с нашей группой Душевный Движ в гостях не у сказки. Это всё действительно не у сказки. И мы сюда приедем. Да. Да. Давай я просто посмотрю на бассейн. Ой, как тут замечательно. Падей, вперед, а котик с нами. Тебя как звать? Тебя как звать, красавец? Пойдём. Котиков вы откормили, они у вас тут мышей ловить не будут. Падей, пошли. Имена заканчиваются, а вот корм не заканчиваются. Да? Девчонки, смотрите, как тут классно, да? Вот всё с любовью сделали. Сколько база вмещает? 120 человек? Нормально. Как раз на всю нашу группу. Нам всё интересно. Ага. Слушай, сейчас мужчина рассказывал в автобусе, что отсюда до Ласпи оказывается совсем близко. Да, да. И мы же можем такой классный маршрут продумать. Допустим, через храм Солнца. Через храм Солнца. Всё правильно. Потом сюда. Отсюда мы можем поехать в Симферополь на Параскевьевский монастырь. Через Симферопольский храм Святого Луки. Что, сынок? Вот, девчонки, думайте, нам надо интересно с вами... Интересно с вами продумать наше летнее путешествие. Это будет или весеннее, или осеннее. Можно каждый сезон. Да, вообще, мы захотели вообще не уезжать отсюда. Вырвалась, вырвалась на свободу. Баня здесь вот находится. Баня, фитобочка. Баня, фитобочка. Ресторан. Это ресторан. Русская печка. Там мангальная. Там плов можно сделать. Это твой пёс? Местный. Частачок. Полкаша, ты что нас бросил-то? Прокат автомобилей, квадроциклов, скутеров, велосипедов, удочек. Джиппинг, трансфер, конные прогулки. Серёжа, мы видели лошадей. А лошади где тоже в Орлином? Да-да, они тут где-то ходят, гуляют постоянно. Ну, там вот в тыловом мы видели на конях. Да, и здесь тоже гуляют. Вот зайдут тоже к нам. Ага, я поняла. А в домиках чем вы обогреваетесь зимой? Электропечи. Я поняла. Так у вас хороший зал-то здесь. Кто тут играет? Политики приезжают. Это вот зимой. Сегодня 5 января. А вы представляете, какая здесь красота летом? До моря недалеко. О, бокс. Девчонки. Даже самая добрая женщина. С самым сердечным сердцем и открытой душой должна уметь за себя постоять. Потому что люди из 3D-матрицы нас иногда все равно начинают доставать. Шучу, конечно. Ну, вообще бокс это хорошее дело. Мам, я буду за тебя болеть. Хорошо. Не, ножка вот так. Мама, 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 мама. О, бокс. Мы сейчас у Сережи в гостях. Самая первая достопримечательность этого уютного домика, который нам попалась на глаза, это вот это вот чудо в рыжих перьях. Сейчас будем пить кофеек. Очень вкусный, да, и липовый чай. Сережа у нас спортсмен. Уделяет огромное внимание своему здоровью, питанию. Вот у него тут питание стоит. Каши всякие разные. А ты каждый день разные каши ешь? Нет, я вот ел гречневую, потом рисовую. А сейчас тут рисовая вообще бомба. Рисовая бомба? Да, все бомбы. Ты сейчас ее нахвалишь, я это заменю гречневую, вот она рисовая. Да, любую, любую. Рисовая крутая. Нам Сережа кашу тоже вкусную подарил. Расторопшая печень лечит. Да, 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 да. Тихо, 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 больно. Вон белая лошадь пробежала, а наша группа называется «В гостях не у сказки», мы все видим. Есть-есть, есть-есть, они там точно попадутся. Решки, кого? Давай сидеть, давай сидеть, спинку чуть-чуть ровно. Прямо слева спинка, ага. Да, о, чуть-чуть, да, о, молодец. Ммм, такой вкусный тортик получился, да, по-девушке? Наши дорогие, наша рига чемпионов, самых ценных людей в нашей группе «Душевный движ». «В гостях не у сказки», а мы реально с вами не в сказке. И это только начинается все. Каждый здесь будет проявляться реальность. Это все реально. Это все реально. Это все реально. Да. В гостях у реальности. В гостях у реальности. И хотелось бы, чтобы в нашей группе, которая пополняется, будут люди выходить, не переживайте. Причем выходят те, от которых не ожидаешь. Это все нормально. Энергии здесь, потому что они же идут от сердца. Вибрации поднимаем. У нас, чувствуете, какая поляна, хотела сказать? У нас поле какое, да? У нас поле, которое по вибрациям очень высокое. По шкале Хоккинса, по той же шкале Дэвида Хоккинса, о которой не устану говорить. И некоторые люди не выдерживают. Почему? Потому что низковибрационные структуры тянут назад. Тяжело вот прямо сердце открывать. Тяжело туда любовь пускать. Поэтому все нормально. Все нормально. Даже не берите в голову. К нам будут приходить те люди, которым с нами хорошо, которым комфортно, которые хотят действительно процветать, которые хотят молодеть, богатеть, быть реализованными в нашем мире. Это то, чего сейчас людям действительно не хватает, реализованности. А почему не хватает реализованности? Потому что человека не видят, человека не знают. Человек не может о тебе рассказать. У человека вибрации низкие, да? Мы же как маячки, когда человек с открытым сердцем, он же как светлячок. Даже если ему, даже ученые говорили, когда, допустим, мы находимся в состоянии любви, а это по шкале 500. 500, да? Безусловно, любовь. И 540 это радость. Нам можно подключать электричество, лампочку. Она будет гореть. То есть мы 40 ватт. 40 ватт. Поэтому вот таких вот светлячков, а я нас с вами называю светлячками, видно в толпе. Видно. Вот Сереженька. Как я его увидела? Мы друг на дружку причем. Как-то ведь Господь сделал так, что мы раз с ним и в одном месте оказались. В кафешке, да, в Балклаве мы с тобой посылали? Ну, да. Вкусно? Ну, да. Вот, Фадюшка у нас тортик вчера сделал. Да? Молодец. У меня сначала орехи, а мама открывала пачку трубушков шоколадок. Здесь такая классная обитель. Сережа же говорил вам уже, помните, девчонки, что приезжайте сюда, здесь здорово. Здесь зимой какая красота. Лошади белые бегают. Там он единорог пробежал только что из сказки. Представляете? А что здесь летом творится? Какая здесь красота летом? Сережа тренирует. А ты в какой возраст тренируешь? В 3. Я в всех тренирую. В 3. Ну, от 7 лет. От 7 лет? От 7 лет и старше. У нас спортивная секция. От 7 до 17 лет и вся эта возрастная категория тренируется бесплатно в нашем спортивном клубе. Все, что уже свыше 17, уже по определенным договоренностям мы уже занимаемся. То есть, ну, с детей мы денег не берем. Вот. Это, как бы, такая наша особенность. Такой принципиальный подход к нашей работе спортивной. То есть, ну, делать спорт доступным для детей. И для всех. Вот. Создаем потрясающие условия. Вот. Шесть спортивных объектов на нашей усадьбе. Наша усадьба называется Белый остров. Здесь спортивные залы, тренажерные залы. Открытые площадки для спорта. Для бокса, для единоборств, для различных игровых видов спорта. То есть, очень много объектов непосредственно для спорта. Я являюсь здесь, как бы, ключевой такой единицей, которую этот спорт пытается двигать в Байдарской долине. Очень удивительное природное место. Находимся мы в селе Орлином. Наш объект создан для... Он создан, но он включает в себя. Все возможные услуги для отдыха и для занятий спортом. То есть, люди приезжают на выходных, заселяются в домики, жарят шашлыки, выпивают, отмечают какие-то мероприятия. В остальные, там, любые другие дни, другие люди приезжают, проводят ретриты по йодзе. Поворят ретриты разные эзотерические. Проводят сборы мероприятия, там, каратисты любят приезжать. Боксеры, армейский рукопашный бой, просто рукопашный бой. То есть, все виды единоборств мы здесь тоже развиваем. В общем, такое место гармонии, место гармонии души и тела. Душа просит отдыха. Ну, допустим, если так можно выразиться. Душа хочет покоя, а тело хочет движения, хочет спорта. Да, тут все вкупы. Да, и, собственно, здесь такое гармоничное место. И это нужно просто приехать, увидеть это своими глазами. Мне, когда два года назад предложили эту работу, я здесь работаю тренером по боксу, я просто, у меня внутренне сразу сработал, искра внутренняя сразу сработала. Я сказал сразу «да». Мне сказали «бесплатно». Я говорю «да, я буду работать». Когда приехал, я сразу влюбился в это место. И сейчас мы здесь находимся и развиваемся. Сережа, извините, перебью. А вот здесь вот бегают единороги. Ну, я, конечно, образно говорю, но у меня сразу представление, что это единороги сказки. Белый конь промчался, такой красавец. А здесь где-то коннеферма, да, есть? Кто-то лошадей держит? Да, это сейчас все развивается, развивается. Конный спорт и даже возле… да, лошадьми занимаются, коровы. Ну, то есть обычная деревенская, как бы здесь структура, так скажем. А вот смотри, мы с нашими девочками, допустим, договариваемся, приедем сюда, здесь вот останавливаемся, да, где мы будем размещаться? Вот в каких домиках или здесь еще есть какие-то у вас условия для проживания? Какие, да, есть деревянные срубы, есть… Эко-избы, да? Да, да. В них же спать классно. Да, деревянные срубы есть, есть домики комфортные, трех-четырехместные домики. Это типа паршале, да? Я не знаю, что такое паршале. Ну, домики, господи боже мой, альпийские домики, альпийские домики. Да, 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 что-то в этом роде. Домики двухместные, ой, трех-четырехкомнатные местные домики. Гостиница есть, там номера, более экономный вариант, есть гостиничный, есть вариант с домиками. Вот, он более уже будет такой компанейский, так скажем, на трех, на четырех человек. Ну, и гостиницы тоже есть номера вместительные. Вот, а срубы большие, двухэтажные, они там рассчитаны на шесть-семь человек. Так, теперь нам всем надо море. Нам же надо море. Море в десяти минутах езды через Ласпи. Через Ласпи. А в Ласпи попадая, мы там ведь еще попадем и на храм Солнца. Огромное место силы. Которое, кстати, до Великой Отечественной войны скрывали, да, засекреченное место. А сейчас туда ездят, туда паломничество. И мы должны там тоже побывать. Нам помогут исполнить наши самые смелые желания. Теперь нам надо побывать на местах силы. Это раз, в святых местах это два. Это Параскериевский монастырь. Нам надо ездить на море. Значит, стоит вопрос о транспорте. Как мы будем решать вопрос с транспортом? Потому что девочки, возможно, приедут не на своих машинах. Нам же надо с группой. То есть мы можем арендовать где-то автобус, да? Можно автобус арендовать. Можно пешком ходить. На храм Солнца, допустим, здесь вот через Кизелово можно пешком. Туда на машине как бы ехать. Нет. Если это на море, да, это скорее всего будет такси или это будет какой-то трансфер. А здесь у вас я видела машины, можно в аренду взять автомобиль? У нас на усадьбе? Вот я видела там объявление, когда мы сюда шли. Нет, нет. Машины в аренду мы не сдаем. Машины в основном все приезжают на своих транспортных средствах и уже двигаются. Либо же арендует машину уже заранее по приезду, чтобы ехать сюда. И здесь его двигаться тогда. Ну, чтобы к морю доехать, да, это на транспорте 10-15 минут. На автобусе это будет не очень комфортно. На общественном. Не очень комфортно. А так здесь очень близко, через гору раз, и уже мало моря. Здесь больше такой горный. Центр горного Крыма, так скажем. Ясно. Спасибо. Три-четыре. С Рождеством, дорогие друзья! Счастья, любви, здоровья!